Сегодня у нас 27 октября, время у нас начало 9, это утром. Мы уже с Игнатьевым начнем в 7 часов позавтракали в начале 8. Такая вот обстановка у нас. Вот Игнатьевич чем-то занимается. Пути документов разных папок. Игнатьевич, а чем вы занимаетесь? Чем занимаюсь? Да. Наня Дмоха говорит 20 лет уже будет, исполняется там, как дом я получил. Ну и у меня там в шкафу бумаги лежат и так как-то загружена полка там одна фактически. Ну надо подобрать маленько где-то, может что-то неугодное. Вас не будет, поверьте, в мешки в коробке сложат, и там и будет лежать. Никто не будет знать. Я верю в это. Ну я говорю, раз ты предложил, у меня такой порядок, что ты начинай делать, я тебе помогать буду. Кто это сделает, сделал не так, и я уже знаю. Она любит порядок, чистоту, и муж у ней такой же. Вот. Ну и меня это тронуло. Я пришел, здесь у меня по папками заложено все. Вот какие папки, вот смотри, здесь вот 20 с лишним сантиметров, 25, здесь уже полметра. И там лежит папка. И здесь коробки забиты. Вон, туда, если тебе видно будет. Вон, под столом там связанные. Это все архивы. Ну, так называемое пистолярное наследие. У меня только после ареста, уже вот видишь, я тут с мялости, я раскладываю, что и как. 77 томов. Вот такими листами вот. Или, бывает, которые перегнуты по 650 стороне. 77 томов. Я переплёщик-реставратор, они так переплетенные. Ну и после пожара. Пожар был, а это не сгорела, полка в стороне где-то была. Я его, хранится где-то. У меня из... Какой он там называется? Краеведческий музей. Работники приходили сколько раз. Ну, что вы можете нам отдать? Я показываю. Они... Это интересно. Это... Несколько сотрудников. Вот даже уголок, если вот так вот маленько загнутый, вот так вот. Они так и пишут. Бумага взята, уголок загнутый. Как вот, когда меня КГБ арестовало, вот так вот, тщательно так. Я им много-много отдал. А это осталось. Они мне написали. Или говорили, сейчас не помню. Когда меня осудили, то у меня взяли в Краевом суде, в ограде, две, вот такие, говорят, показали, кучи лежали. Жгли. Две кучи. Это вообще. Там были у меня письма дяди с фронта. Погибли три дяди, материн и братья. Макарь, Филарет и Эммануил. В единственном экземпляре. Фронтовые письма. Все сожгли. Ну, изверги. Правда, там был под... Не подполковник, а полковник. Красноперов. И он пришел, когда я уже освободился, и там реабилитация была у меня. Он пришел и говорит, а я тогда сказал, вы все отвечать за это будете. Это вандализм. Вы гляньте, что за материалы. Их нигде таких материалов нету. Тем более в оригинале на считанные пленки. 50 аудиокниг. Ничего не слушали и написали. На такой-то завод. Кочегар Ванин, директор завода тот-то. Сжигали. Я поехал, ничего не сжигали. Они растащили. Самые дорогие маятофоны были. Вот он у меня стоит. Маяк 205. Вот он, огромный маятофон. Значит, 45 сантиметров. Так, ну и так 40. Три скорости. 7. Значит, 14, скажем, 19. И две дорожки в одном направлении можно было переписывать. Все попутно. Все растащили. Ну, я когда вернулся, у меня снова переписка. 1200 писем в год. По 100 писем. Каждый месяц я отправлял письма, буквы, вот так вот. А почему так много? Потому что я начальник детского лагеря. Все по лагерю. Где пригласили это объявление. Это все бланки. Отдельно бланки. Это потом я переплетаю все в книге. Какие были неприятности, дети. Что у меня. Все абсолютно зафиксировано. Дальше. Каждый год я работал в мостопоезде. Бесплатный билет в один конец страны. А мы делали как? Нам надо в Ленинград. А в Ленинград мы едем так. К родителям во Фрунзе. Ташкент. Переплываем в Каспийское море. Баку. Грузия. К друзьям. К патриарху. Встретились там. Илия у них второй. Мы сфотографировались даже. Дальше едем в Молдавию. И туда. А оттуда едем тогда уже через Пензу. Другие города. Это в один конец считается. Эстония. Латвия. Это все. И везде все билетики. Где мы там были в Эрмитаже. В Третьяковке. Василия Блаженного. У меня все подклеено. Ну все абсолютно. Сожгли. А вот после этого. Когда я уже вернулся. Из заключения. Это там не наступил. Это давится. Вот. У меня заново накопилось столько. И поэтому. Характеристики. Вот. Свидетельства. Вот такие вот. Вот показывают. Едем мы допустим к книге. Вот. Объявление у меня. По детскому лагерю. Были. Вот они. Покажи. Это две нарезки можно делать. Вот. Отрезать. А потом второй. Проверяем где висит. Дальше. Приглашение на праздники потеряем. Это все у меня. Вот оно где. Я должен сейчас разложить их по группам. Где они были. Объявление. Это объявление другое совсем. Так. Сейчас я покажу. Где надо разложить по этим. Вот. Кроме того. Я вел занятия в пяти институтах университета. Приглашение на занятия. Квиточки давали. Миссионерская работа в каждой библиотеке книги. По книгам. Вот показываю где. Это мне надо сейчас все разложить. Почему? А в любой момент обстановка может измениться. И попросят. Это вот. Ну какие-то обращения к властям. Это отдельно. Отдельно все это. Это рукописи. А теперь ответ ко мне администрации. Суды. Я судился сколько раз здесь. Прокуратура. Все. Абсолютно все. Вот это вот. Кто тут такой? Это вот эта. Химочка какая-то. И вот теперь я должен разложить все это. Объявление на православный лагерь. Потом вот эта вот памятка. Что родители расписываются. Что у нас. Какой порядок воспитания. Вот даже можно показать. Они расписываются. Адреса все. Это отдельная папка. Так это не все. Детям пишу характеристики. Это еще отдельная папка. Это что у нас здесь? Обращения. Каких обращений сколько было? Вот я пишу. По лагерю. По общине. Я староста общины. Это отдельно. Характеристики просят. По книгам отдельно. По книгам. В разных типографиях печаталось. Теперь. Из каждой библиотеки. У меня только 600 бумаг. Вот таких надо посмотреть. Где они сейчас. Я раскладываю их. 600 вот таких бумаг. Где библиотеку мы отдали книги. И какие там благодарности. Это вообще не выскажешь. И от патриархии. И от президентов. И от королей. Это очень интересно. Я уезжаю. А потом мне от Рамзана Кадырова. Там здание из Сербии. Там с Португалии. Где мы были. Благодарности. Вот такие вот. А там такие интересные бумаги. Даже мог бы показать. Наверное где-то. Это вот я вчера маленько уже отобрал. Вот. Бумаги очень интересные. Вот это свидетельство по закону Яровой. Я на всех выдаю. Вот такие. Не блестит оно? Нет. Вот. Это с печатью каждому. Кто на свидетельство. Регистрация нашей общины. Так это ни один, ни два. Я выдаю десятки дальше. А у нас очень много публикаций в газетах было. Вот они у меня отдельные. Не просто так. Отдельные. Хрестово-Звиженская община. Что издали. С печатями. На разных языках. На немецком. На английском. Ехали там и по другим странам. Везде. И все. Бумаги и благодарности. Вот я же сейчас открою. Что это за бумага. Грамота. Кто? За трудовые подвиги. На благо Родины. Служение идеалам. Доброты и милостыни. Меценат столетия. Вот как назвали. Меценат столетия. Ну кто может показать такую грамоту. А что я выбрасывать буду. Она у меня здесь. А это вот мы сидим. Религиозные деятели. Здесь. Вот глава администрации. Вот он. Вот сколько снимков есть. И он почти всегда меня. Никого не пускает. С правой стороны меня пригласил. Садиться рядом. А с той стороны еврей стоит. А бывает священник. Вон стоит глава администрации. И колганов. Это все разные. Тут и кришнаиты. Ну все еретики тут собрались. Кого только нету. А вот мы дорогой едем. Что мы везем с собой. Удостоверение. Крики печати. А на этой стороне. На каком их. На английском языке. Что давать. Где. И это все бумаги. Чего так много бумаг. Ну много бумаг. Действительно много. Ну так и есть чего. Про что я рассказываю. Одних благодарностей тут пачка. Ну только. Этих 600. 600. Так это не все. 600 листов. А полная пачка это 500 листов. У меня 3467 стихотворений. Это 7 пачек по 500 листов. Черновики. Рукой написаны. И вот. Решил раскладывать. И главное что потерял завещание. Я завещание сделал на кого. Не могу найти. Придется идти в нотариус опять. Наверное. Или утащили. А кроме того был пожар. Пожар там. Одновременно. Поджог был. Или что непонятно. Монастырь. Две монахини сгорело. И у нас. Женщина сгорела. Наш дом. Одновременно горели. Это тоже. У меня шел суд. И на меня сильно грозились эти. ГТРК. Другие. Ну. Не пойман. Говорит. Не вор. Дом сгорел двухэтажный. А где сгорел? А? По какому адресу сгорел? Никитина 137. Квартира 1. Деревянный двухэтажный. Старинный. Там купеческий дом. Я там квартиру купил для бабушек. Потому что храм был только один. Вблизи. Они там всюду съезжались и ночевали. А Надежда Васильевна там с ними была. Я не знаю. 20-30 бабушек ночевали. Там матрасов было. Оно купить надо было. Новое. Я много переплетал. Кому дал книгу. Какие-то перепечатки оттуда. Вот оно. Вот теперь вот этих вот сколько было. И вот кому я давал. Вот такие везде печати и подписи библиотек. Это уже печати. Все это остается как? Вот тут потомком. У меня газет. Даже высказать я не знаю. У кого еще столько газет бывает много. И не просто газет. О. Как раз говорил и нашел. Вот посмотри какая грамота. От Московской Патриархии. Посмотрите. Ну это копия. Оригиналы у меня там где-то отдельные папки. Вот. Это тоже отдельно. А где она у меня? Вон она где. И вот раскладываю тут порхаюсь. Газеты. Газеты тоже отдельно. Газеты-то не просто какие-то. А газеты где про нас напечатано. Вот это моя статья. Молодежи Алтая. Проклят человек, который надеется на человека. Вот она. Внизу прочитай. Христианский проповедник. Так я показываю тут на разных языках. Заявление. Вот когда у нас было. Тут газета интересная такая. Жизнь Алтая. К истину православия. Вся газета. Мой материал. Вся газета. Восстановлена. Основа в 1911 году. Восстановлена в 1990. Вот оно где. Вот наше заявление. Заявление. То, что мы не Московская патриархия. Я просто показать немного. Вот она наша губернская газета. Ну, Алтайская правда. За 11-й год. Есть только миг. 24 апреля православные отмечали Пасху. Вот какая статья с фотографиями про Потеряевку. 2011 год. А наша Алтайская краевая газета. Видишь какая. То есть. Ну, я не сам же это делаю. А вот газета Алтайского государственного университета. Это тут что-то надо посмотреть где. Они такие большие мои статьи печатали. Печатали большие статьи. Да. Так что главному редактору сделали замечание. Вы говорите, что только газету для одного Лапкина, что ли. Вот. Душа обязана трудиться. Тепляков. Это про нас. Молодежь Алтая. Кама Гридеши называется. Ну, тут большая статья. Очень даже большая. Ну, целая статья. Вот я только так где-то взять немного. Показать. Алтайский... Алтайская правда. Что здесь? Вот. О Златоусте, второй строительной. Или о том, почему первое слово, посвященное Игнатию Тихоновичу Лапкину, герою моей статьи, пятилетней давности, я пишу без кавычек. То есть, он был у меня на суде, этот корреспондент Титов. Это Алтайская правда. За 91-й год. Видите, какие огромные статьи писали. Так это ни один, ни два. Вот даже показать только где. Вот я вернулся из Америки. Вот эта статья, вот три статьи. Пойдешь за чужим, потеряешь свое. Ну, внизу-то видно подпись. Это я беру только такие газеты. А сколько их, это даже не выскажешь. Где же тут? Вот эта газета Блаженное Дарующее. Вот она где. Прямая речь. Видите? Какие газеты там, про веру. Здесь у меня интервью убрали. Сейчас я даже статью-то могу не указать. Вот она, Тревожное русское небо. Вот он. Фильм Пречувствие сняли. И он занял первое место на международном киноконкурсе. О нас. И это же Кузнецов Владимир Сергеевич. Он в отделе культуры, краевой администрации работал. А до этого был он в Красноярске. Второй фильм снял. Златоустец Потеряевкин. Ну, о моей биографии. Он занял первое место в России. Но это тоже что-то говорит. И это все надо разобрать. Вот. Видишь, какие пачки. Так это маленькая часть. Вот чем я и занимаюсь. Сначала, я не знаю, поправлюсь или нет. Надо каждый листик разобрать, чтобы легко потом было искать. Какие обращения. Вот дети уезжают, характеристики нужны. Характеристики. У нас строго, допустим, опоздал человек два раза на богослужение. Или не был там три раза. Он обязан написать объяснительную. Объяснительные лежат. Считаешь сегодня, интересно так считать. Я проспал. Причин никаких нет. Постараюсь не пропускать. Да где это сегодня есть, чтобы спрашивали? Это забота о людях. Чтобы не были беспечными. Канон, каноническое правило. А люди, которые там сектанты, еретики, это конфессия, динаминация, там сатана скрылся. Они этого ничего не знают где-то. А в православие вообще три раза за жизнь пришел колесное христианство. На коляске привезли. Приехал, повенчался на кадиллаке и катафалк. Все. И вот сейчас я пытаюсь разобраться. У меня не хватает места, кровати, все заложу. Кроме того, когда писал симфонию на неконогические книги. Вот таких листов, вот таких, 475. И они у меня все вот так разложены. Вручную составлял симфонию. У меня книга, вон она. Вон она симфония. Видно даже где. Вот представь себе. Вот я когда говорю, людям это трудно поверить. Когда говоришь, что вы хвалитесь. Благодатью Божией хвалюсь. И самому это невозможно. Вот впервые по 12 книгам «Жития святых» сделана симфония на «Жития святых». Вот она. Это 2002 год я начал издавать. Вот здесь, просчитай. По благословению Пресвященного Эфтихия, епископа Ишимского Сибирского РПЦЗ. И по благословению Пресвященного Максима, епископа Барнурской Алтайской МП. Видишь, это мой труд. Да, конечно, пришлось потратить времени очень много. Почти на 10 раз прослушать «Жития» все уже начитаны на пленку. А вот симфония на канонической книге. Могу смело сказать, лучший, более профессионально составить невозможно. И шрифт, и все взято с «Вернегородской». Ну, на не канонический, а у них на канонический. Вот оно где. Я сейчас только покажу. Не канонический, 11 книг. Вот представь, 475 листов. Еду в вагоне, разложенный в электричке. И составлял, и составлял. Но это уже по электронной версии потом. составить пришлось. Или вот книга «К истину православия». Вот она как составлена. Видно, нет? Видно. Вот предисловие. 40 лет почти собирал материал. О, и все везде цветные фотографии. Володя, ты тут появляешься. Вот они где. Все. Это наш Евтихий с Патриархом. Алексей, Алексей, Алексеем Вторым. Видите как. Все это очень интересно. И вот какие заглавления даже показать только. Содержание. Медленно. Кто желает, там посмотрят потом. По этой книге диссертации защищали меня. Сказали в Германии и православные. В твердом переплете. Скурглением корешка. Остальные книги. И на все, на все документы. Где платил. Где что. Потому что это огромные деньги. Уходили на это. Помогали люди. Кто знает, симфонию если делал. Да не делал даже. Считал. И то он понимает, какой это труд. Вот допустим у меня. По житиям святых. Когда симфонию я готовил. Сначала кратко перепечатал. Вот уж переплел как. Полный лист. Ну вот он какой. А, два или там сколько. Вот он как в лист. По одному листику как. И открывается не шитое. Не нитками проколотое. Это мой переплет. Вот оно. Видишь как сделано. Полное открывание. Это я перепечатал сам. Моими пальцами напечатано. Но это не первый оригинал. Первый я не знаю где находится. Может сгорел. Вот. На все жития святых. А потом составлены было. На какой размер. Вот на каждый размер. Пленки отдельно. Это тоже сам печатал. Почему так много. Вот тут. Как почти первый экземпляр. Это на другой размер пленки. Было 270, 375, 525. 525 это. Это 12 часов слушать. Вот. И человек, который ничего этого не делает. Ой, бумаг как много. Ну переписка какая. Она у меня все письма сохранялась. А мои ответы в 7-6 экземплярах были. И вот сегодня я должен, думаю, разобрать по листику. Чтобы удобно после меня было брать. Тут обращения. Тут ответы. К властям. По деревне. Строим деревню. Вот я был допустим 30 сколько, 7 раз допустим в прокуратуре. Ответы оттуда. Комиссии были. Какие решения приняты. Это у меня все абсолютно в документах. И потом все переплетено в книги. Даже вот если я покажу сейчас. Если нет здесь. Ааа. И сразу найдешь. Так. Вот видишь, как-то заторопился и не нашел. Показать. А вот нашел. Вот по делам общины. Вот она как. Крестовозвиженская община города Барнавола. Ну она, видите, пожаре комнаты был. Пожар был. И вот она теперь все идет. Пожалуйста. Какие были собрания. Какие протоколы. От руки писано. Вот она. Протоколы. А потом уже машинка была. Печатать это надо было. Вот оно все. Какие решения приняты. И все протоколы. Необходимо. Ну а как же. Мы юридическое лицо отвечаем. Какие ответы поступают. Приглашения на наши праздники. На литургии. Вот она. Крестовозвиженская община. Видите, уже бланки появились. Это Алексей Загуляев. Помог сделать. Это все надо было напечатать. Сохранить. Вот из квотоверения. Она никуда не вошла. Сохранить. Совершенно изведите. Какие порядки. Правила какие-то. Все. Вот оно где. Вот поэтому. С чем я занимаюсь. Попытка. Я скажу. А сумеете это сделать? Не знаю. Если не сумею. Значит вещь вам надо каким-то образом прокладывать. И убирать. А это у меня для голубей. Сейчас договариваюсь. Чтобы братья согласились. Пока только с Володей договариваюсь. Чтобы у меня голуби жили в избе. У меня голубятни на чердаке. Ну и здесь чтобы голубя два. Воркует. Это мне так интересно. Все, Володя. С тобой приеду сейчас, да? Ну скоро уже. Уходите. Ну с Богом. Я не вижу еще. Да все через лупу рассматриваю. Это в папке я уже сложил. Но там не все по материалам. Теперь я должен разложить. Прям точно уже. По правилам. По книгам. По поездкам. По лагерям. По деревне. По общине. По встрече с людьми. По совещаниям. По выступлениям. Мои конспекты. По проповеди. Я сначала составляю. Пишу. Готовлюсь проповедь. Я не знаю, как другие готовятся. У меня очень много времени уходило на это. Очень много. Все выписки священного писания. А потом говорю это все на память. Занятия в университете. Занятия в милициях. В воинских частях. А они, эти военные структуры, заранее заготавливают тему. Нам нужно об экстремизме. За мной приезжает машина. Везут в краевой отдел милиции. Там 700 офицеров. Или приезжают с прокуратуры. Все прокуроры края, помощники собраны. Просьба выступить. Я в это время в тюрьме. Хожу по камерам. Выхожу. Машина стоит. Полковник приехал. Полковник. Домой приезжаю после выступления в прокуратуру. Около дома машина стоит. Стоят два полковника. Мы, говорит, решили зафортовать самолет вас по разным частям. А человек, который знать ничего не знает, он только заходит. Там у него ни имя, ни фамилия, аватар, ник. Это все глупости. Анонимщики. Я говорю, что был востребован по милости Божией. А эти академисты сидят, они никому не нужны. Почему? У них главного качества нет. Рождение свыше. И поэтому рожденный свыше он должен быть не к этой жизни привязанный. А к другому. Вот сейчас с утра встал. Сегодня уже скинули материал. Ильин, Сергей. Там в Индии, в Ираке. Христиан казнят, чтобы все молились. Сразу на молитву. Вот так. Благословен Господь. Все. Начинаем работать. Еще сколько у меня бесед. И все это записывается. Сейчас вот это идет новое. У меня за неделю сегодня только записи. Будет примерно 130 гигабайт. За одну неделю. 130 гигабайт. Сейчас я скажу, сколько этих... файлов будет. Роликов. Вот. Еще только пятница. 107 файлов. 107. За одну неделю. И все это надо написать. А я не рифтую их как это. За одну неделю. Что-то где-то с чем-то соединить. Дальше в администрацию наших ресурсов отправляю. Там в этом городе, в другом, где люди работают. А потом это все... Последние замки снимаю я, как главный администратор. Все это здесь. По книгам. Сегодня отовсюду. Вот вчера только отправили в Карелию. До этого было... Весной отправляли Испанию, Италию. Видите как. А потом приезжают оттуда люди. Принимают крещение. Богу слава. За все. Субтитры сделал DimaTorzok